Тема заявлена как речь и мозг. Это не будет лекция про нейролингвистику, об этом расскажет лучше мои коллеги нейролингвисты, наверное, в какой-нибудь раз. Я скорее расскажу о том, как врачи-неврологи изучают речь с помощью современных методов. Такие врачи-неврологи, как я, у меня первое образование, это лечебное дело, я закончил с практической медициной и ушел полностью в исследование фундаментальной неврологии. Спасибо организаторам за прекрасную фамилию в моем анонсе. На самом деле моя фамилия Павлов, но раз уж произошла такая оказия, я расскажу, кто такой предустатор. Это латинское слово, означающее человека, который пробовал блюда до подачи их на стол. Естественно, раньше это было сопряжено с риском отравиться ядом, но я вкладываю немного другой смысл в свой псевдоним. Скорее человек, который находится на острие науки, следит за всеми инновациями. И вы сегодня все попробуйте побыть предустаторами, мне кажется, потому что если мне удастся рассказать о чем-то современном, новом, и вы попробуете это на вкус, то фактически, главное не отравиться новыми знаниями. Но уверяю вас, они будут безопасны. Но давайте перенесемся в античную Грецию. Над нами безоблачное небо, солнце обжигает наши щеки. Представляете себе эту картину. Мы идем, у нас одета туника на нас, мы идем по каменной дорожке в тени оливковых деревьев. Мы присели в тени одного из такого дерева и положили правую руку на сердце, а левую руку на голову. Положили. И у меня вопрос, какая рука у вас теплее? Здесь, правда, холодно в этой аудитории, но вам кажется, что какая-нибудь рука теплее? Какая рука чувствует тепло, какой холод? У кого-нибудь чувствует рука, которая над сердцем? Поднимите руки. Над сердцем. А над головой? Примерно поровну. Интересно. Древние греки считали, что сердце — это орган, связанный с солнцем и с чувствами. Он нагревает кровь, которая течет по организму. А вот мозг, в отличие от сердца, совершенно ненужная какая-то губка, засунутая в череп. И все, что она делает, это кровь охлаждает. Поэтому голова всегда холодная, а сердце всегда горячее. Это было до Гиппократа. Потом появился Гиппократ, который сказал, что мозг — это очень полезная вещь, она связана с кучей функций в организме, но в том числе и с душой. И Гиппократ стал искать душу. Он ее искал в желудочках мозга, такие полости, где течет цереброспинальная жидкость. Французский философ Декарт искал душу в шишковидном теле. Средневековые анатомы, ланцизии считали, что душа локализуется в мозолистом теле, который соединяет два полушария вместе. Вот мы до сих пор не знаем, где находится душа в мозге, но мы знаем про другие функции. А вот как вы думаете, можно ли сказать, что какая-то извилина точно отвечает за какую-то функцию в организме? В древности вообще медики считали по-разному. Одни считали, что мозг это такой орган, в котором все нейроны выполняют единственную функцию, продукцию мысли, примерно как печень продуцирует желчь. А другие считали, что за каждой область мозга ответственна за какую-то определенную функцию. Эта наука получила название френология. Она в какой-то момент выиграла и была повсеместно распространена, но потом было доказано, что на самом деле это не так. Мозг обладает пластичностью. В процессе обучения чему-то новому зона, которая ответственна за функции, может немного смещаться, и новые нейроны могут вовлекаться в те процессы, в которых раньше они не участвовали. Первым, кто заговорил о локализации речевых функций в мозге, был французский анатом-хирург Поль Пьер Брака, который наблюдал пациента, который страдал афазией, он не мог произносить слова, не мог формулировать предложения. При этом он не страдал снижением интеллекта, он все прекрасно понимал, мог читать, и более того, у него отлично работали язык, губы, все, что входит в артикуляционный аппарат. Он не мог высказать те мысли, которые у него были в голове. И когда этот пациент скончался, Брака вскрыл его череп, открыл мозг и посмотрел, что в поражении находится вот эта лобная доля в задней части нижней лобной извилины. И может быть он бы и не придал этому значения, если бы через некоторое время не возник второй пациент с такой же клиникой, и когда он его посмотрел, то поражение, инсульт, который случился у этого пациента, был также в этом месте. И после чего он стал ассоциировать эту область с областью продукции речи. Другой не менее известный ученый, психиатр и нейропсихолог немецкий Карл Вернеке, он наблюдал других пациентов, которые страдали другой патологией, они могли говорить, но при этом они плохо понимали обращенную к ним речь, и у них предложения были не связаны между собой, встречались повторы, и поражение у них находилось в верхней части височной доли. Так вот эти области мы теперь знаем как область Брака и область Вернеке. Все эти пациенты страдали афазией. Афазия — это нарушение способности коммуникации при помощи речи. Причем язык, опять же губы могут быть совершенно не пораженными. Более того, некоторые больные, которые не могут говорить, при этом могут спеть песню. То есть у них все работает, но формулировка связанного предложения нарушена. Для сегодняшних целей мы сильно упростим классификацию афазии и вспомним вот эти две области Брака-Вернеке. Бывает моторная афазия или афазия Брака. Это первый пациент, про которого я рассказал, который не мог говорить фразы, но понимал все. И вторая — это сенсорная афазия или афазия Вернеке, при которой нарушено понимание. Бывает также и комбинация этих двух афазий тоже. Я не буду вдаваться в подробности лечения и диагностики афазии, а лучше расскажу вам, как мы на здоровом человеке можем добиться афазии буквально на несколько секунд. И потом все вернется обратно в норму. Делаем мы это с помощью транскраниальной магнитной стимуляции. Кто-нибудь, может быть, слышал про эту методику, она достаточно новая. Она заключается в следующем. Из курса школьной физики мы помним закон электромагнитной индукции. Когда ток течет по проводнику, вокруг возникает магнитное поле. Если в это переменное магнитное поле внести другой проводник, в нем снова возникнет электрический ток. И вот у исследователя катушка в руке, по которой пропускается электрический ток. Катушка поднесена к голове. Этот электрический ток генерирует магнитное поле. Она свободно проникает через черепную коробку и вмешивается в нормальную работу головного мозга. Вмешивается на несколько сотен миллисекунд. И если мы расположим катушку ровно над той зоной, которая ответственна за речь, то человек, попытавшийся в этот момент что-то сказать, просто сказать ничего не сможет. Или допустит какую-то ошибку, либо синтактическую, либо фонетическую. В зависимости от того, на какую зону мы попали. Для того, чтобы не синхронизировать, то есть сложно попасть в тот момент, когда человек начнет говорить. Поэтому используется в наших работах ритмическая стимуляция. Мы даем несколько импульсов подряд, и получается, что воздействие длится где-то секунду. И секунды вполне достаточно, чтобы успеть. Вы сейчас это увидите. Знаете, я выступал на радио, и мне надо было в двух словах описать, как выглядит наш стимулятор, который стоит в лаборатории. Я не придумал ничего лучше, как, скажем, пылесос со сковородкой на конце. И вот, мне кажется, мои коллеги оценили в лаборатории. Мне кажется, это такое сравнение. Может, после моей лекции только этот и запомнится. Ну и хорошо. Теперь, если можно, видео вы посмотрите сейчас, как здоровый доброволец сначала называет предметы, которые видит на мониторе, а затем, когда происходит стимуляция, в какие-то моменты его произношение, называние этих предметов нарушается. Следите внимательно за тем, что вы услышите. Сначала контроль. Слон. Очки. Нож. Вилка. Ножницы. И сейчас идет стимуляция. Слон. И прищепка. Карандаш. Кошка. Ведро. Хлеб. Дома. Как телефон. Афазия. Кровать. Сейчас будет слово из контроля и то же слово, как при стимуляции. Пальто. Ложка. Пылесос. Света. И, как пример, не всегда это бывает полное отсутствие речи, иногда это бывает… Прищепка. Ошибка. Прищепка. Вы слышите, что вместо прищепки была только щепка. Значит, что мы видим? Это наш пылесос, это наша сковородка, ну почти. Справа вы видите 3D-модель мозга нашего добровольца. И мы видим в реальном времени, где мы держим стимулятор относительно мозга. И какую область, какую извилину, даже какую часть этой извилины мы стимулируем. Что делаем потом? Когда проходит где-то 100-150 импульсов, этого количества достаточно для того, чтобы покрыть интересующие нас зоны такими точками. И дальше мы их раскрашиваем в два цвета. В цвет, когда… Ну или даже в три цвета. Цвет, когда нет никакой ошибки. Человек назвал слово. Когда он ошибся и когда речь полностью отсутствовала. И получается на выходе карта речевых зон. И процесс называется картирование. Он не только интересен для тех, кто изучает фундаментальную неврологию, но также и в практике используется, в ограниченном количестве пока, но я думаю, за этим будущее, для больных, которым предстоит операция на головном мозге. Потому что хирургу хорошо знать, какие области ответственны за речевые функции, чтобы лишний раз туда скальпелем не лезть. Хотя хирург, запомните всегда, последним принимает решение. То есть его слово важнее. Даже если он знает, что эта область ответственна за речь, но он видит, что опухоль в нее вошла, он может принять решение сделать надрез, при этом понимая, что, скорее всего, когда пациент проснется на следующий день в реанимации, он не заговорит. Но эту информацию лучше иметь, чем идти вслепую, согласитесь. Если вы смотрели внимательно, вы видели, что мы стимулировали левое полушарие головного мозга. Я хочу немного рассказать про полушарие. Вы, наверное, себя причисляете к правшам, к левшам, кто к чему, иногда бывают амбидекстры. Вообще, если сделать батарею тестов, много-много тестов, то можно посмотреть, что часть из них отнесет вас к правшам, часть к левшам. И вот можно сказать, что чем больше вы правши, тем скорее вероятность того, что ваше полушарие, которое ответственно за речь, это левое. Однако и у левшей три четверти левшей тоже имеют левое полушарие как доминантное. Теперь интересный вопрос. Это все очень хорошо до тех пор, пока наш доброволец называет те объекты, которые видит на мониторе. А что же делать с больными, которые страдают афазией? Как мы можем заставить их назвать объекты, если они этого сделать не могут из-за своей болезни? А еще хуже, не могут понять вообще нашей задачи, что мы от них хотим, если у них сенсорная афазия. Вы, наверное, представляете, как выглядит современный магнитно-резонансный томограф. Теперь напрягитесь на две минуты. Урок по физике в исполнении врача. Простите меня за неточность, если я допущу. Но протоны, которые входят в ядра водорода, когда находятся в постоянном магнитном поле, достаточно сильном постоянном магнитном поле, как в томографе, их векторы, этих протонов, ориентируются либо по линиям магнитного поля, либо против. И эти два состояния, они энергетически разные. То есть одно чуть выше энергетически, и другое чуть ниже. Это принцип работы томографа. Соответственно, если мы переведем все протоны сначала в положение с высокой энергией, затем мы прекратим наше воздействие, и они все перейдут в более низкое положение энергетическое, то вот эту энергию, которая выйдет в этот момент, аппарат умеет посчитать. И тогда мы увидим, где больше протонов, а где меньше в исследуемом органе. А протоны водорода у нас в основном входят в состав молекулы воды, поэтому мы видим, где воды в организме больше, а где меньше, и поэтому различаем ткани. То, что вы получаете, вот черно-белая картинка в томографе, это в магнитно-резонансном томографе, это содержание воды. Есть, существует функциональное МРТ, это некий прогресс. На тех же томографах, оказывается, можно смотреть не только содержание воды, но еще и соотношение между артериальной кровью, которая притекает к органу, и венозной крови, которая вытекает. У них свойства магнитные, немного отличаются. Тут много кислорода, связанного с гемоглобином, в вытекающей крови кислорода меньше, и вот эту разницу можно тоже отследить, соотношение венозной и артериальной крови. И по этой разнице понять, какой кровоток, в каком месте интенсивность его. Для мозга это наиболее актуально. У нас мозг не умеет сохранять глюкозу. И когда какая-то активность нейрона повышается, ему требуется новая энергия, и туда притекает кровь в ответ на потребность. Кровь приносит одновременно и глюкозу, и кислород. Так вот, это происходит в течение 1-2-3 секунд, потом пик на 6-7 секунде повышенного кровотока. Если мы запишем сначала функциональный МРТ в покое, человек просто лежит расслабленно, и мы получили какой-то результат. То когда мы его попросим, например, говорить какие-то слова или двигать мышцей, то кровь притечет в те области, которые нужны для этого. Мы вычтем соотношение, которое мы получили одно из другого, и получим раскрашенную картинку тех областей, в которых кровь притекла. И делаем отсюда вывод, заключение, что, наверное, активность нейронов в этих областях повысилась. Ну, наконец, функциональный МРТ покоев в 95-м году группа одних ученых тоже положили испытуемого и стали записывать ему вот это состояние покоя, как кровоток распределяется по мозгу в состоянии покоя, когда человек ничего не делает. И случайно заметили, ну они ее так утверждают, что случайно, они заметили, что области некоторые в мозге, далеко распространенные по мозгу, почему-то у них соотношение артериально-венозной крови, то есть кровоток, почему-то синхронно меняется во времени. Хотя человек ничего не делает, он просто лежит, никакой задачи не выполняет. И они сначала на это не обратили внимания, а потом подумали, что за этим лежит некий энерофизиологический смысл. Не может же просто так в течение 30-40 минут этот уровень в двух разных отдаленных местах быть почему-то синхронным. Они предположили, что, наверное, эти области взаимодействуют друг с другом даже в состоянии покоя, не сна, когда человек просто лежит с закрытыми глазами и ничего не выполняет. И нас это интересует. Они открыли сети покоя, то есть эти области, которые распределены, стали называться сетями покоя. Про них можно читать отдельную лекцию. Это последние 10 лет сети покоя активно изучаются. Но нас интересует сеть покоя, которая ответственна за речь. Вот наверху вы видите функциональный МРТ человека, который стал выполнять, то есть он лежит в покое, и дальше он стал выполнять некую задачку лингвистическую. Называть объекты, либо называть глаголы. И мы видим, как у него активировались, не активировались, как у него кровь притекла в определенные участки, которые мы связываем с участками ответственно за речевые функции. А внизу, в нижний ряд, вы видите МРТ, человека записанное, когда он находится в абсолютном покое, он ничего не выполняет, не говорит про себя, более того. Дана задача, это здоровый человек, дана задача молчать и стараться ни о чем не думать. И тем не менее, математическим выводом можно вычислить, что вот эти зоны, тем не менее, коррелируют друг с другом. Это большой прорыв именно с практической точки зрения для тех пациентов, которых мы не можем оценить никак, не можем инкартировать речевые зоны и не можем в нашей практике определить успешно-неуспешно наше лечение их афазии. Если мы им будем проводить вот это МРТ-покои, измерять эту корреляцию, представьте, что мы померили через месяц после инсульта и через полгода, через год, и увидели, что корреляция у них просто в покое, когда они лежат в томографе, усилилась. Мы тем самым можем увидеть, что у этого пациента есть какой-то прогресс. Например, с ним стоит дальше работать активно. А у этого прогресс не такой выраженный. Ну и буквально, если у меня есть пара минут, использование транскраниальной стимуляции в речевой реабилитации после инсульта, когда происходит инсульт в голове, в головном мозге, то часть клеток умирает. И функция, за которую они ответственны, переходит двумя разными путями. Либо задействуются зоны, которые аналогично этим, только в другом полушарии, называемые гомологичные, либо зоны, которые окружают зону поражения. И ученые считают, что первый путь под номером один, он клинически лучше, потому что пациенты скорее восстановят свою речь. А второй путь, он может участвовать в процессах восстановления, но лучше бы, если бы его не было. И что делают современные ученые, которые занимаются стимуляцией? Они определенным образом, определенной частотой стимулируют вот эти зоны на противоположном полушарии. И пытаются уменьшить второй путь, чтобы усилить первый, чтобы за речь стали отвечать зоны, окружающие область поражения. И вот последние метанализы говорят, что да, это эффективно. А теперь последнее, но, наверное, самое важное в этой лекции. Это все, что я рассказал, методы лечения, методы диагностики, носят достаточно экспериментальный характер. И в целом проблема афазии после инсульта, восстановления речи, это долгий, сложный процесс. Поэтому я знаю на практике, я работаю в центре неврологии, научный центр неврологии в Москве, и знаю на практике, насколько это тяжело. Всеми возможными способами мы пытаемся предотвратить афазию. Чтобы не было афазии, нам нужно предотвратить инсульт, как одну из основных причин. Вы, наверное, удивитесь, если я скажу, что 80% инсульта можно было бы предотвратить, если бы люди знали о своих факторах риска и умели бы их контролировать. 80%. Если вам кажется, что это не актуально для вас, покажите этот сайт своим родным, родственникам, своим родителям. Это благотворительный проект, в котором я являюсь соавтором, поддержанный Выше школы экономики и благотворительным фондом Владимира Потанина. и мы пытаемся рассказать о том, как предотвратить инсульт и как посчитать индивидуальный риск инсульта для ваших родственников и близких. Ну, я надеюсь, что вооружившись такими знаниями, мы намного реже будем видеть такую картинку и намного чаще такую. Наконец, последний слайд. Это мой контакт в социальных сетях. Напишите мне, если вы хотите принять участие, как здоровый доброволец, испытать на себе воздействие магнитного поля, получить сверхспособность или просто поспать в томографе. И также я помогаю Выше школе экономики лаборатории нейролингвистики в проекте, посвященном социализации больных с афазией через работу с родственниками. Поэтому, если у вас есть такие знакомые, страдающие афазией, тоже напишите мне, я буду вас держать в курсе развития этого проекта. Спасибо. Поднимайте руки снова с той стороны. Сейчас. Сейчас. Большое спасибо за лекцию. Вы с логоневрозами не работаете случайно? С кем, простите? Логоневрозы. Заикания. Нет. А вы не знаете, кто работает и к кому можно обратиться? Кто занимается исследованием этой проблемы? Я думаю, что стоит спросить у нейролингвистов в школе экономики. Но почему-то мне кажется, что они могут... Вы имеете в виду с какой точки зрения? Фундаментальной или клинической? Клинической. По лечению? Да, по лечению. Тогда это центр патологии речи. Спасибо. При 23-й городской клинической больнице. Спасибо за интересную лекцию. Вопрос по специализации полушарий. Вот по вашим знаниям действительно ли возможно то, что оба полушария являются ведущими? То есть вот не левая или правая ведущая, а оба полушария. И насколько это... в чем удают преимущества и в чем недостатки? Спасибо. Отвечу с точки зрения речи про ведущих именно по речевым функциям, потому что мне это наверное известнее больше. Бывает такое, что например при определении доминантного полушария мы видим ответ и от левого и от правого полушария. То есть они оба участвуют в производстве и понимании речи. Но это достаточно редкий случай. Обычно либо левый, либо правый берет на себя эту функцию. Насколько я знаю, чем больше вовлечено противоположные полушария, помните картинку, где первый и второй путь при инсульте? Чем больше вовлечено противоположные полушария, тем скорее всего будет идти именно второй путь развития восстановления функции. То есть если обе области активно участвовали до того, как произошел инсульт, то если инсульт произошел, вторая область скорее всего возьмет на себя эту функцию. И еще важно, что оба полушария, насколько я представляю себе, больше активны именно у левшей, а не у правшей. То есть вот эта ситуация, про которую вы говорите, когда оба полушария являются ведущими, встречается у левшей. Как бы амбитрикстрей доведенная до ума в прямом смысле слова. Ну фактически да. А такой вопрос, а как вообще возможно ни о чем не думать? По-моему, так не бывает. Это сложно. Сложнее не столько ни о чем не думать, сколько не заснуть в этом состоянии. Поэтому ученые разрешают держать глаза открытыми, то есть можно смотреть в потолок томографа, и это контролируется с помощью лаборанта, который смотрит на лежащего человека, чтобы он не заснул в этом положении. Ни о чем не думать сложно. Наверное, можно в чем-то добиться при медитации похожего состояния. Но мы проводили пилотные исследования на одном испытуемом, который медитировал у нас в томографе, и это было в принципе похоже на состояние ничего не думания, состояние покоя. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие помимо инсульта существуют еще предпосылки, причины для развития афазии? Возможно, психологические либо биологические? И существуют ли группы риска? Спасибо. Помимо всяких сосудистых катастроф, черепно-мозговой травмы действительно афазия может быть при психическом заболевании, но группа риска будет относиться только не к конкретно к афазии, потому что это не столько заболевания самостоятельно и нозологические единицы, сколько симптом при синдроме, если быть точнее, при множестве других заболеваний, здесь нужно смотреть конкретно для психиатрических заболеваний это будет фактор риска психиатрических заболеваний, не афазии конкретно. Скажите, пожалуйста, а вот является ли создание фраз полноценное необходимой предпосылкой для нормального мышления? Грубо говоря, может ли человек думать полноценно, выполнять всякие задачи и так далее, не конструируя фразу у себя в мозгу? Грубо говоря, могут ли люди с афазией выполнять полноценно все задачи, связанные с мышлением, не с вокализацией, а с мышлением? Если это будет яркая моторная афазия, при которой пациент не сможет высказать свою речь, так как он понимает обращенную к нему речь, когда происходит восприятие речи, участвует не только зона верники, но и также одна из частей зоны брака. То есть фактически та часть, которая у нас, часть мозга, которая ответственна за воспроизводство речи, она же участвует в тот момент, когда мы слышим чью-то речь, не знаю, с чем ассоциировать, может быть, с зеркальными нейронами, когда мы слышим чью-то речь, она проговаривается и мы ее проговариваем. Поэтому ответ на ваш вопрос, да, он может нормально функционировать, но при этом, например, не мочь воспроизвести эти фразы. А что делается в мозге, когда в нем не могут сформироваться конечные предложения? Очень сложно ответить, потому что мы же не можем влезть в голову и послушать те фразы, которые генерируются внутри головы, которыми мы общаемся сами с собой. афазии генерируются? Смотри, какая афазия. При моторной могут генерироваться полностью нормальная речь, при этом они могут даже записать ее. Скажите, пожалуйста, длительное воздействие, допустим, человек постоянно слушает музыку, да, вот круглые сутки, там же какие-то магнитные поля возникают в наушниках. Может ли это длительное воздействие вызывать афазию? Это первый вопрос. И второй вопрос, что происходит с мозгом, если человек осмыслил, допустим, вопрос, готов сообщить, и тут его переклинивает, и он не может задать вопрос, это афазия или нет? Спасибо больше. Поскольку то, что я называл, давайте на второй вопрос, то, что я называл афазией в тот момент, когда человек не мог произнести временно фразу, на самом деле это афазия, взятая в кавычках, так нельзя не написать, потому что афазия — это нарушение способности коммуникации, здесь она буквально длится секунду, как вы видели, после этого все восстанавливается, поэтому правильнее сказать, что это вызвано с помощью стимуляции отсутствия речи, отсутствия производства речи, и поэтому в вашем примере это тоже сложно назвать афазией, это скорее случайность, совпадение такое. По поводу магнитных полей, вот в том устройстве, о котором я рассказывал, транскриняльный стимулятор, магнитное поле, которое мы генерируем, оно достаточно для того, чтобы клетки, которые лежат в коре головного мозга, дополяризировались, то есть чтобы там возник потенциал действия. Если поле будет недостаточным, то мы не увидим такого эффекта, то есть мы должны, поле в стимуляторе примерно достигает 7-8 Тесла, вот таких цифр, то есть это очень мощное поле, в наушнике такое поле точно совершенно не генерирует. Другой вопрос длительное воздействие, мы все знаем, сейчас развиваются технологии воздействия на головной мозг не с помощью магнитного поля, а стимуляцией прямого тока. Это вот такие фокусы и разные стимуляторы для игроманов, которые содержат в себе катод-анод, и там пропускается постоянный ток, миллиамперы. Миллиамперы не в поляризации, то есть у нас нет потенциала действия, но при этом меняется потенциал на мембране в продолженном времени, и вот может быть, если это мощные наушники, мы можем увидеть какой-то похожий эффект именно микрополяризации коры головного мозга. У меня тоже вопрос про полушария, то есть поправьте, если я не прав, но я всегда думал, что левша или правша это не нечто врожденное, а последствия выбора родителей в детстве, то есть условно говоря ложку они вкладывали в левую руку вместо правой. И вот вопрос, каким образом вот этот выбор в сторону левой руки обуславливает в мозгу активность обоих полушарий вместо одного, а при выборе правой руки не обуславливает? Асимметрия мозга левши-правши заметна уже на последних сроках гистации, то есть пока еще это плод, находящийся в утробе, поэтому есть уже заложенная предопределенность в том, какое полушарие скорее возьмет на себя функции. Это если идет речь про речь, прошу прощения за тавтологию. При этом нарушение латерализации функции, когда, например, рождается мальчик или девочка с всеми характеристиками левши, но когда происходит переобучение, происходило, в советские годы переобучали левши-правшей насильно, то это идет вопреки тому, что заложено в цитоархитектонике коры головного мозга. Что же касается вот этой ситуации, когда оба полушария становятся ведущими, мне сложно ответить. Николай. Это редкая ситуация, да. Можно? Вот непонятно, больной с ауфазией, он же мыслит так или иначе, правильно? А он может свои мысли записать на бумаге? Он же просто их сказать не может? Выразить? Зависит от афазии. Какая бывает? Моторная или еще какая? Сенсорная. То есть при моторной, при чисто моторной афазии нарушена только устная речь. Он может записать свои мысли. Есть нарушения, когда пациент не может прочитать, например, текст. Бывает афазия, при которой он прочитать текст, например, может и понять написанное. То же самое и с написанием. Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос про магнитные поля, которые вы используете. Что происходит при длительном воздействии такими полями на эти области мозга? Например, не секунда, а минута. Хороший вопрос. В основном ритмическая стимуляция ограничена все равно несколькими секундами. И больше всего, наверное, мы боимся, если мы начнем так стимулировать долго, мы боимся одного из грозных побочных эффектов при стимуляции. это развитие эпилептического приступа. Тем не менее, мы до того, как проводить стимуляцию, обязательно всем и добровольцам, и больным проводим электроэнцефалографию и смотрим, есть ли там эпилептическая активность. То есть, я думаю, что опасения длительного эффекта связаны именно с этим. Есть работы, которые показывают, что чем дольше, дольше не в плане количества стимулов за раз, а чем дольше мы воздействовали на кору блоками импульсов, тем дольше будет после постэффект. Эффект иногда, например, в лечении. Транскориальная магнитная стимуляция одобрена в Соединенных Штатах Америки для лечения депрессии. Только лишь. Пока. Все остальное это уровень исследований. Так вот, эффект от стимуляции, у разных больных он разный, предсказать его достаточно сложно, но у некоторых он длится годы. Его достаточно простимулировать курс 10 дней, а эффект будет длиться годы. Поэтому эффект длительности курса влияет на то, насколько будет продолжительный клинический эффект. Давайте два последних вопроса. Николай, спасибо большое за лекцию, очень интересно было. И у меня немножко отстраненный вопрос. Вы, как человек, который занимается исследованием мозга, должны были себя спрашивать, а существует ли свобода выбора, существует ли возможность принимать решения. То есть, вы можете стимулировать на мозг, вы меняете мысли, меняете поведение человека. Считаете ли вы, что человек это набор автоматических механизмов, которые формируют все его поведение и мышление, или существует какая-то магия, какая-то свобода воли, которую человек каким-то образом управляет? больше философский вопрос. Я думаю, что моем личном мнении, что все-таки мозг живет по законам алгоритмов обучения, то, что сейчас происходит в Бигдате, и наше решение так или иначе принимается на основе некого опыта, собранного, мне так кажется, что за первые пять лет нашей жизни, которые определяют все наше поведение в дальнейшем, когда еще первые пять лет неосознанно, и поэтому мы не можем вспомнить. То есть, когда мы в каком-то определенном возрасте делаем какое-то действие, мы думаем, что оно исходит из нас импульсивно, на самом деле оно было предопределено за те пять лет жизни, которые первые пять лет жизни и я думаю, что все-таки наш мозг более или менее работает по алгоритмам на основе того опыта, который мы получаем. Добрый день, Николай. Хотела поблагодарить за лекцию и задать следующий вопрос. Я сама, когда подрабатывала в лаборатории при психфаке МГУ, встретила, ну, видела, по крайней мере, пациентку. Вследствие сильного стресса она добровольно начала молчать сама. И спустя достаточно долгое время которое она осознательно отказывался от любой речевой деятельности, у нее по всем признакам действительно развивалась афазия. И когда уже она начала произносить какие-то слова, это были разрозненные какие-то звуки, что-то абсолютно непонятное. И вопрос такой вообще, возможно ли, что какое-то целенаправленное или наоборот деструктивное поведение в принципе будет вызывать необратимые именно что-то органические изменения в этих зонах, как у нее произошло. Или вообще там не было каких-то изменений, и это было не то, чтобы афазия в принципе. Это очень интересный случай. На самом деле интересно было бы даже теоретически провести все те исследования, про которые я рассказывал сегодня, именно на этом случае. Я предполагаю, что так же, как процесс обучения может расширить некую зону, ответственную за функцию, так же и отсутствие стимуляции внешней, если мы не будем учиться, грубо говоря, если не будет внешней стимуляции, то зона может уменьшаться. Поэтому на уровне карты головного мозга мы могли бы, наверное, у этой пациентки, не знаю, сколько по длительности она пребывала в таком состоянии, но теоретически та же зона брака могла бы предположительно уменьшиться в несколько раз, поскольку она просто не использовалась длительное время. Последний вопрос. Есть ли возможность отказа функций или клеток к том или иному делу мозга при исследовании искусственной афазии, при вот этих магнитных изучениях? Я не представляю. В смысле, когда мы воздействуем на головной мозг магнитным стимулятором, может ли произойти какое-то необратимое изменение в клетках мозга? Так что... Отказ этой функции речевой или отмирания клеток? Нет. Ну, то, что я знаю, этот метод достаточно безопасный, и при воздействии магнитным полем мы не разрушаем клетки, сами клетки, а только лишь воздействуем на их мембрану и пускаем заряд по мембране, потенциал действия, тот, который происходит в норме, просто мы это делаем насильно. Мы как бы заставляем клетку разрядиться и послать сигнал дальше, импульс. Поэтому в этот процесс ни одна из клеток не умирает, и ее функция не выключается на долгое время. Хорошо, спасибо. Давайте покажем спасибо Николаю. Спасибо. 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 Спасибо.